День бойцов Ивановского ОМОНа расписан поминутно. Весомую его часть занимают именно учеба. Максим преподает спецназовцам психологию. Знания, которые бойцы получают на его занятиях, просто необходимы в условиях уличных беспорядков, к примеру. Да и в жизни тоже пригождаются. Учить взрослых, уже сложившихся людей, по мнению Максима, намного сложнее, чем школьников. Наверное, сложнее тем, что сотрудники уже взрослые люди, у них сложилось какое-то свое мировоззрение. Даже бывает, кто-то понахватался, как он думает, психологических сведений. И, ну, как сказать-то, стакан наполовину полом. И дополнять его моими знаниями бывает иногда тяжеловато. Надо сначала псевдонауку из сотрудников бывает, что как-то выплеснуть. В остальном все нормально. Ну, как взрослые, адекватные люди воспринимают все, как я считаю, правильно. Из-за парт к спортивным снарядам. Отработка боевых приемов и способов задержания – такой же урок. Тоже надо думать головой, но и о руках не забывать. За физическую форму бойцов отвечает Николай. На инструкторе – колоссальная ответственность. Ведь от подготовки бойца, его реакции и навыков ближнего боя зависит его жизнь и жизни сослуживцев. С нашим предыдущим героем Максимом Николай не согласен. В его сфере, чем больше ученик занимается самостоятельно, находит новые упражнения и приемы, тем лучше. Парни у нас все инициативные, все стремятся самосовершенствоваться и физически развиваться. Многие, то есть, дополнительно еще занимаются, дополнительно тренируются, то есть, дома, в свободное время. Учитель – понятие еще более широкое. В Росгвардии командир каждого подразделения тоже в некотором роде учитель. Он также передает знания, делится опытом и отвечает за своих подопечных. Для каждого командира, наверное, большая честь будет, если он считается не только человеком, который отдает приказы, но и, как говорят в народе, отцом-командиром, который знает своих подчиненных, делится с ними своим опытом и знает все их нужды и чаяния. Поэтому, конечно, хотел поздравить всех с праздником, вот таким Днем Учителя, но в первую очередь хотел поздравить тех, кто дал нам путевку в жизнь, кто учил нас читать, писать, кто учил нас жить, общаться, уважать коллектив, учил нас справедливости и любви к Родине. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.